800 килограммов толстолобика запустили сегодня в водоем в парке культуры отдыха Зеленый остров города Черкеска. Зарабление искусственного пруда сохранит его от загрязнения и цветения воды. Подробности у Али Баташева. Олег Ясаулов приходит на Зеленый остров с удочкой, чтобы отдохнуть и протестировать воблеры собственного изготовления. Всю пойманную рыбу он отпускает. Рыбу я не беру, я ее всю отпускаю. В наше время мало сейчас кто это делает. Многие этого не понимают. Особенно популяция рыбы сейчас у нас уменьшается. Надо думать о своих детях, о внуках, о будущем. Газель с контейнером, содержащим около 800 килограммов толстолобика, подъезжает к воде. Открывается крышка и рыба устремляется в водную стихию, в новую среду обитания. Зарыбление улучшит экосистему пруда на Зеленом острове, позволит избавиться от водорослей и осота, говорит заместитель директора парка культуры и отдыха «Зеленый остров» Наурус Байрамуков. Люди смело могут купаться, будут в чистой воде. Также она принесет большую пользу нашим водоемам и нашим протокам. И надеемся, что в этом году, уже буквально через месяц, как рыба адаптируется в нашем пруде, уже можно будет спокойно купаться, без всяких проблем. Толстолобик нужен, потому что он будет очищать микрофлору, будет меньше загазованность воды, вода будет чище, экологичнее для людей. Это только плюс, я считаю. Если зарывят еще не только толстолобиком, но чем-нибудь таким, типа окуня, судака, чтобы люди могли разнообразить свой отдых, так сказать. В ближайшее время в пруд будут выпущены «Белый амур», «Сазан» и «Карп». Администрация парка убедительно просит рыбаков в течение года воздержаться от рыбной ловли на Большом пруду «Зеленого острова». Али Баташев, Виктория Карпенко, Вести Карачаева, Черкесия.